Привет! У меня к вам отличные новости. Знаете, если ты... Знаете как? Невозможно уйти от себя. Можно убежать как можно далеко, но от себя не уйдешь. Важно только признавать, кто ты, для чего, что тебя дровит, кайфует и вдохновляет. Я понял, что мои большие амбициозные задачи по улучшению мира возможны только тогда, когда я наполню свою внутреннюю, удовлетворю своего внутреннего ребенка, как говорят. А в общем, закрою все свои гештальт-процессы. И один из них это комментирование футбольных матчей. В свое время, когда в 2004 году я ехал в Киев, это было моей основной мечтой и задачей. Позже, под действием обстоятельств, трансформации, я отказался от этой мечты, потому что поддался своему эго. Дело в том, что как Владимир Грабовский я сделал себе хорошее имя в Киеве, как спортивный футбольный обозреватель, эксклюзивщик. Я первый человек, который писал интервью, записывал первое интервью с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным. Я готовил проект для спортовоза совместный с «Шахтером» для еще строящейся Донбасс-арены. Я провел «Евро» как руководитель проекта от РБК «Украина» в 2012 году. Просто так получилось, что в 2008 году случился конфликт между двумя редакциями. Таня Черновол тогда еще не была депутатом, накатала разгромное расследование о жизни Рината Ахметова. И мне сказали, либо ты отказываешься ехать по «Квоте Шахтер» в Израиль на Кубок Первого канала, либо ты увольняешься из редакции и едешь. Ну, я поступил радикально, я вообще отказался от спортивной и футбольной журналистики. Потом было несколько попыток вернуться, в том числе и через «Евро». Но где-то осадок остался, и тогда я перешел в политическую журналистику. Хотя футбол в моем сердце, я его очень люблю, я этим живу. Потом было два момента, когда «Шахтер» проиграл «Севилье» после гола вратаря сенсационного. И после того, как «Милан», выигрывая 3-0, «Шевченко» проиграл 3-3 и, по-моему, проиграл Лигу Чемпионов. И я просто физически не мог досмотреть ни одного футбольного матча до конца. И я думал, что это все. И вот сегодня, когда я смотрел, как делают ребята из телеканала «Футбол», многих из которых я знаю, еще начинали в Донецке, я понял, что это моя страсть. И мне хочется об этом рассказывать и делиться. А я в своей жизни достаточно много об этом писал и говорил, будучи в кулах и «Динамо», и «Шахтера». И поэтому я создаю свою страницу «Евро 2020 Рлайф», где я буду комментировать для вас футбольные матчи, где я буду выкладывать новости, где, если будет возможность, я буду выкладывать какие-то короткие комментарии с экспертами, которых я знаю из мира футбола и спорта. Или сам буду комментировать. В общем, подключайтесь, присоединяйтесь, если вы хотите получить мой эксклюзивный взгляд на футбол. Человек, который отдал этому достаточно много лет жизни. И вообще я в футбольную журналистику, в журналистику пришел, потому что я написал письмо в футбольный клуб «Шахтер», когда мне исполнилось еще, наверное, 16 было, наверное. И я сказал о том, что я хочу комментировать матчи. И каково было мое удивление, когда мне ответили из футбольного клуба, сказали, да, приезжай. Это было как Мекка. Это была святая святых для меня, для пацана, прийти в офис футбольного клуба «Шахтер». Тогда еще не такого громкого бренда, но для уровня Донбасса очень крутого. И я не стал тогда комментатором, хотя мои первые комментарии были на кассету, на вытянутом, на вытянутой руке магнитофон. А 27-й канал, по которому я комментировал, я комментировал, держа проволоку, для того, чтобы не было помех. Но я написал отчет, и я начал в Донецких новостях писать о «Шахтере-2». В общем, я возвращаюсь рассказывать вам о футболе, которое, наверное, единственное, что в сегодняшнем безумном мире дарит радость, вдохновение и позволяет проявлять эмоции. А ведь самое главное для здоровья в сегодняшнем информационном давящем мире это проявлять свои эмоции, проявлять, отпускать их. И футбол – это как единственный способ. Он и вызывает разочарование, позволяет сделать выплеск. Он и вызывает невероятные позитивные эмоции, кайфа. Он объединяет. И сегодня мы всем будем болеть за сборную Украины. И футбол, наверное, кивинтэссенция, в том числе и события, которые происходят в стране. Потому что футбол – это жизнь, футбол – это страсть. Футбол – это микромодель мира. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, подписывайтесь. Евро 2020 лайв. Сегодня под этим видео выложу ссылку. И буду рад провести это Евро с вами вместе. До новых встреч, друзья! Спасибо. Спасибо.